Приветствую вас, и, вы знаете, я вот хотел у вас спросить, а вот как вы думаете, почему девушка вот так вот, вообще, почему девушка вот так вот себя ведет? Чем вызвано такое вот ее поведение? Как вы сами по вашему мнению, как вы сами по вашему мнению считаете? Вот вы говорите, что девушка дурочка, и что вы хотите семью, и что вы не хотите бегать за ней и так далее. То, что вы хотите семью, это разговор немножечко отдельный. Давайте просто для начала вы попробуйте сами для себя подумать, почему девушка так себя ведет. Почему девушка ведет себя столь вызывающе, столь бунтарски, столь неподконтрольной вам, откровенно вызывающе? Не потому ли, что чувствует от вас чрезмерное давление? Не потому ли, что чувствует, что не соответствует вашим желаниям, вашим потребностям? Не потому ли, что чувствует, что не может дать вам того, чего вы хотите? Вот я рекомендую вам подумать немножечко на эту тему. Далее, значит, если вы девушку любите, то вы будете, конечно же, стараться ее понять. Что это по сути своей значит, стараться девушку понять? Если вы ее любите, то это значит, что вы принимаете ее такой, какая она есть, и принимаете в том числе и ее косяки. И тогда ее косяки перестают быть как таковыми косяками, а становятся, по сути дела, моделями ее поведения, которые являются продолжениями ее достоинств и продолжениями ее самой, именно той, которую вы вроде как полюбили, и именно той, с которой вы вроде как хотите связать в свою жизнь. Понимаете, если вы не принимаете девушку, если вы не пытаетесь ее понять, а любые ее поведения, любые ее проявления воспринимаете именно как косяки, то это означает, что вы анализируете то, как она себя ведет, только через контекст того, что вы сами для себя считаете правильным, верным и так далее. А это всегда довольно довольно субъективно. Главное, для самого человека, я имею ввиду для вашей девушки в данном случае, это рождает ощущение несвободи, то и заставляет ее по всей видимости так себя вести. Вы сказали, что вы хотите семью, вы сказали, что вам эта семья нужна, вот, и я хотел бы у вас спросить, а для чего вам семья? Вот, попробуйте ответить на этот вопрос, для чего вам семья, зачем она вам, и что появилось впервые, семья или эта девочка? Видите ли, если вы изначально хотели именно семью, а девочку просто старались подобрать для себя, для семьи, то это одно. И в таком случае можно говорить о том, что вы девочку пытаетесь подогнать под свой идеал семьи, а она, конечно же, не подгоняется и, как бы, бунтует против вас. Скорее всего, понимает, что бунтовать против вас напрямую она не может, и бунтует вот так. Поэтому здесь вам стоит однозначно переосмыслить то, чего вы вообще сами для себя хотите. Если хотите быть с этой девочкой, то вам нужно ее определенно принимать такой, какая она есть. Если хотите семью, то вам, соответственно, скорее всего, нужна другая девочка, которая была бы такой, ну, более домашней, такой, более стабильной, да, которая подчинялась бы вам и не совершала бы никаких таких действий, которые вам были бы неприятны. Кроме того, не очень я, если честно, понял ваши фразы по поводу того, что она создала другую страницу и как-то вам там изменяла. Знаете, если она создала страницу и общалась там, например, с другими мужчинами, сплитовала с ними и так далее, то это не значит, что она изменяла. Скорее всего, она просто хотела получить от этих мужчин то, чего не могла получить с вами. А это все же несколько разные вещи, вам нужно это понимать, что девочка вполне возможно просто отдавала себе отсчет в том, что не может, не сможет, точнее, получить от вас того, чего она хочет получить вообще. И именно это толкало ее, по сути дела, на подобное вот поведение, которое, может быть, даже ей самой не очень нравилось и которое, может быть, ее саму не устраивало. То есть здесь вам нужно крепко подумать. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. То есть ваша изначальная идея о том, чтобы переосмыслить какие-то моменты, она в общем и целом верна и правильно. Теперь вам нужно только лишь определить для себя, в какую сторону вы хотели бы двигаться и в каком направлении хотели бы идти. Нужна ли вам девушка именно вот в том контексте, в том виде, в каком она и встречалась. Если нет, то это ваш выбор. Ничего страшного, если да, то принимайте ее такой, какая она, если не пытайтесь ее поменять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.